Вот, ребят, и правда, как так можно столько врать? И, ну, неужели думают, что это враньё никогда не раскроется? Ну, если они у себя подчищают комментарии на канале, то, слушайте, в другом месте где-то всё это раскроется. Зачем врать? Я не понимаю, какой смысл? Вот даже если взять с этой покупкой машины. Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим, ребят, с вами ситуацию покупки машины и обучение на права сафара. Значит, Оля у нас всё твердит, что сафар всё учится, учится, ходит на вожденье. Ну, да, учится, да, ходит на вожденье. Собственной машины, на которой он, по сути, видимо, сейчас, ну, тоже учится, набивает руку, да, тренируется, чтобы ездить, уметь лучше и набираться опыта. Набирается опыта. Значит, почему я сделала такой вывод? Да, вы тоже мне пишите в комментариях, я читаю все ваши комментарии. И, значит, действительно, вот где, значит, Оля с сафаром вырезали малину, в видеоролике также было сказано, и это было 25 сентября, что ли, что сафар учится. Ну, знаете, я посмотрела автошколы в Ревде, в Ревда, Ревде, Ревде. Не знаю, как правильно и как ударение правильно. Кстати, напишите, как правильно, куда ставить ударение. И, значит, обучение максимум 4 месяца, но в основном 3. Ребят, даже если 4, в январе он уже должен, по сути, закончить. То есть, закончить обучение. Ну, а если 3 стандартное обучение, да, в основном во всех автошколах, то всё правильно. Он закончил перед Новым годом, и они как раз-таки поехали тогда в Екатеринбург, где нам показывали видеоролик, где она ходила по большому магазину, а не торговому центру. Вот, получается, тогда у них всё получилось, и они действительно купили машину. Ну, я, ребят, не понимаю. Зачем вот, ну, дурачить зрителей? Зачем дурачить подписчиков? Смысл в чём? Скажите, в чём смысл? Ну, купили вы машину. Купила ты ему машину. Ну и купила. Покажи. Ну, покажи. Чё её прятать? В чём смысл вот этого обмана? Ведь ложь не украшает ваш канал. Вы постоянно врёте. Просто каждый видеоролик построен на лжи. Зачем это нужно? Я не понимаю смысл. Купили? Покажите. Ну, всё равно уже всё понятно, да, что вы там уже путались по Екатеринбургу. Даже если, да, вы скрываете, что вы не купили машину, всё равно нет ничего прекрасного, что вы развлекались в тот момент, когда уже, получается, мама умерла. А вы развлекались, ходили по кафешкам, да, ходили, снимали красоту большого магазина. Ну, купили. Ты же уже там Оля отмазывалась тысячу раз, что мы там не знали, мы ничего про маму не знали, что она там куда её перевели, в какую больницу, ты не могла никуда дозвониться, уже же отмазалась, что ничего не знала. Ну, так а что машину прятать? И, кстати, да, вы пишите, я прочитала в комментариях, что соседи писали у Уралки на канале. Лично сама не читала, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, только с ваших слов, что Lada Largus стоит у них у подъезда, то есть есть уже машина точно такая, как в видеоролике, когда они второй раз ездили там в Екатеринбург, и она стояла, то есть, с моргающими фарами, то есть, ну, как бы на аварийке. Именно тогда уже, когда Оля заканчивала снимать видеоролик, то бишь, она стояла, ждала, когда, что ли, он подъедет, и его не было в кадре сафара. Потом он буквально на пару секунд появился, и всё. И, значит, всё сходится, значит, действительно они купили машину Lada Largus, и там действительно похожая была машина именно, именно как Lada Largus. Ну, это просто вот такие вот, получается, наблюдения, и они сходятся. Именно этот момент я и указывала в своём обзоре на тот видеоролик, что похоже, что это их машина. Ну, я сделала выводы не только сама, и муж меня посмотрел, сказал, не может там просто так стоять машина. Она остановилась буквально вот на миг, и да, это похоже, что это их машина, потому что рядом стояла сначала Оля, потом к ней подошёл уже Сафар, как будто эта машина, ну, буквально могла подождать пару, там, ну, минуту от силы на аварийке, получается. Ну, а раз пишут о том, что купили такую же машину, и она стоит, ну, значит, всё совпадает. Ну, и ещё момент, что писала землячка Сафара тоже под видеороликом о том, что Сафара знают, и он очень скользкий тип, и женщина писала на таджикском, и, значит, она писала о том, что ей жалко Олю, потому что, ну, блин, он с ней может поступить нехорошо, и у него на родине есть семья. Ребят, ну, это тоже не секрет, но тут тоже, знаете, можно понять и одно, что она теперь держится за него и руками, и ногами. Во-первых, она намного старше его, и понятное дело, что, ну, кого она себе найдёт. И она теперь будет пытаться и держаться за него. И даже вот этот Василёк, да, который ей прислали, она с удовольствием всё это дело отправит и в Таджикистан, и только ради того, чтобы он был рядом, чтобы Сафар был рядом. Ну, а по поводу того, что он действительно скользкий тип, я уже говорила в прошлом видеоролике, когда вот этот вот момент, да, проскользнул в видео ещё, получается, аж целый год назад. Представляете, где ремонт был на кухне? Год назад он уже матерился на неё, просто неудачно обрезали. И это всё равно было слышно, и уловить это всё дело можно было. И уже тогда он позволял себе, что говорить сейчас. Ну, сейчас просто хорошо поставленный, знаете, хорошо поставленный вот такой вот у них сценарий семьи. Хотя, ну, не скажешь даже, что и хорошо, потому что, ну, блин, всё заметно. А больше всего, знаете, что заметно? Заметно всё по Сафару. И сразу видно по его выражению лица, по его вот этому стёбу, видно всё отношение его к ней. Ну, а что ожидать, ребят? Что ожидать? А ведь Оле постоянно об этом пишут. Но она почему-то думает, что ей все завидуют. Чему завидовать, ребят? Ну, опять же, да, если взять за машину, да, завидует, и поэтому не показывает, что ли? Да, все, типа, завидуют. Ну и хорошо, ну и купит, ну и купила. Ну что это такое? Ну купила, покажи. Чего ты её прячешь, эту машину? Потому что врёшь, потому что не говоришь ничего. А сейчас как врать? Если, допустим, да, машина есть возле подъезда, вот как её показывать тогда. Или просто-напросто взять её тогда уже, перекрасить в другой цвет, чтобы всем доказать, что это не именно эта машина. И это не серый Ларгус. Ну там, знаете, такой светло-серый, такой, в общем, светлый, светлый автомобиль. И да, действительно похож на Лада Ларгус. Ну а раз написали, значит, действительно машина есть. Почему не показать? В чём причина? Чтоб никто не позавидовал. И правда, ребят, ещё насмеялась с комментариев, что мне так вот завидно, никто мне колбасы не пришлёт. А я вот думаю, блин, может и мне, Уралке, отправить пару палочек белорусской, свиной, жирненькой колбаски. А? Как думаете? В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. По поводу обучения, по поводу сроков обучения. Я больше знаю информацию, как у нас проходит обучение и в какие сроки. Но информацию про сафара обучение я чисто брала из интернета. И то прочитала, что максимальный срок 4 месяца, но в основном 3. И поэтому сделала определённые выводы, что даже если 4, уже он всё равно должен закончить обучение. Ребят, у меня всё. Я жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас желаю прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok